Не позволяйте страху помешать вам сделать всё, зависящее от вас. Это огромная проблема для всех нас. Это одна из четырёх проблем. Еда, сон, совокупление и оборона. И мы должны поговорить об этом, подумать об этом, потому что страх создаёт препятствия в жизни многих из нас. Однажды Прабхупаду спросили. Я не помню вопрос, но что-то вроде того. Что вы испытываете, когда повторяете Харе Кришна? Что вы чувствуете? И как чистый преданный он сказал, без страшия. Нет страха. Кришна всё контролирует, и страха нет. Потрясающе. Теперь подумайте о своём служении. Есть ли нечто такое, что сдерживает вас в плане страха? Боитесь ли вы что-то сделать? Боитесь ли пойти дальше, как внутренне, то есть отказаться от чего-то, принять что-то, так и внешне, то есть взять на себя непростое служение? Есть ли у вас страх, который вас сдерживает? Если да, то это нехорошо. Когда-то давно я узнал кое-что интересное, и хочу поделиться с вами. У каждого есть страх. Это одно из условий материального мира. Но более успешные люди научились не позволять страху создавать им препятствия. Это момент истины, не так ли? Они боятся точно так же, как и человек рядом с ними, которому страх мешает сделать следующий шаг. Но только они действуют вопреки страху. Важный момент, не так ли? Еще одна медитация, которая, как я выяснил, очень хорошо помогает мне, такова. Каждый раз, когда нас что-то сдерживает, будь то страх, анардха, желание или еще что-то, это означает, что где-то в мире есть человек, который мог бы получить благо, если бы мы были более сознающими Кришну. Правда же? Если я более сознающий Кришну, более вдохновлен, то даже если я ничего не говорю, люди видят меня и есть влияние. Но в особенности, если я занят тем, что помогают другим людям стать сознающими Кришну, или пытаюсь это делать, и мои страхи сдерживают меня, мешают мне помогать людям и приводить больше людей к стопам Кришны, это следствие наших страхов. Представьте, что было бы, если бы Прабхупада побоялся приехать в Америку. Это слишком опасно. Я не смогу там жить. Как я буду обеспечивать себя? Представьте, что он бы не приехал. Полагаю, многие из его духовных братьев, которые не приехали, испытывали такой страх или, по крайней мере, опасение. Прабхупада был очень доволен нами, когда мы пользовались этим шансом, когда мы чем-то жертвовали. Однажды он написал письмо. Точнее, это было не письмо. Он сказал одну вещь, и потом она через письмо распространилась по всему движению. Он сказал, «Если кто-то поедет куда-нибудь распространять сознание Кришны, я возьму пыль с лотосных стоп этого человека и помещу в себе на голову?» Можете себе представить, что вы получаете такое письмо или слышите, как Прабхупада говорит об этом? Когда мы услышали это, то чуть не упали в обморок. И как вы думаете, что мы сделали на следующий же день? Мы заполнили фургон книгами и уехали в закат. Это было в Канаде, посреди зимы. Мы были так вдохновлены. Был ли страх? Да. Сделали ли мы это? Да. Почему? Потому что, когда вы кого-то любите, вы способны преодолевать множество ограничений, стараясь порадовать эту личность. Это одна из глубоких тайн сознания Кришны. Любовь – это высшая сила, которая способна преодолевать очень многое, огромная нерешительность преодолевается силой любви. Я не хочу этого делать, но я так люблю этого человека, а он хочет, чтобы я это сделал. И что же происходит? Я это делаю. Любовь – наиболее могущественная сила. Прабхупада много раз говорил об этом. Именно любовь ученика к своему гуру придает ему сил. Почему Прабхупада приехал сюда? Любовь к гуру придала ему сил для того, чтобы сюда приехать, чтобы выдержать все аскезы и испытания. Все мы знаем, сколько ему пришлось пережить. Возможно, у вас есть страх, апатия или еще что-то, но когда у вас есть любовь, вы способны действовать, не взирая на все это. В этом секрет сознания Кришны. Любовь ученика к своему гуру, любовь к Шриле Прабхупаде. Это даст нам возможность делать то, что в обычной ситуации мы никогда не смогли бы сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok